С патологией верхних конечностей в России ежегодно рождается несколько тысяч человек. Помочь им могут лишь узкие специалисты. По всей стране их насчитывается не больше двух десятков. Один из них, Владимир Иванович Заварухин, приехал во Владивосток. С корабля на бал, вернее, с самолета к операционному столу. Всего за три дня пребывания в Приморской столице Владимир Иванович прооперировал семь человек. Все со сложными врожденными дефектами. Ну так получается, что пациентов достаточно много. Ко мне приезжают, далеко не у всех есть возможность. Особенно из таких отдаленных регионов, как Приморский край, потому что опять же те же билеты стоят достаточно дорого. И поэтому иногда бывает проще, когда человек 10 накопилось, прилететь одному мне, чем 10 с детьми, с родителями летать туда-обратно. Врожденная гипоплазия, синдоктилия, лучевая косорукость – диагнозы, с которыми работают петербургский хирург каждый день. На то, чтобы привести в порядок одну кисть, чаще всего требуется несколько операций. Особенно переживают девочки, которые очень трепетно относятся к собственной внешности. Катеньке всего 12 лет, но она прошла уже через две операции. Мне было так, как бы, после наркоза я плакала, думала, что вообще, мне просто перемотали руку. Я думала, что она надулась, начала плакать. Я уже не со страхом шла, мне уже было как-то весело, даже вообще хорошо так. Думала, что все уже заканчивается, все уже позади, все хорошо. У Кати синдром врожденных перетяжек. Пальчики на левой кисти недоразвиты. Этот порог стоит особняком от остальных, потому что при нем ребенок развивается нормально. Есть только одно но. Вследствие того, что от внутреннего слоя, в котором находится ребенок, от амниона, миниатического мешка, начинают отделяться тонкие тяжи, в которых ребенок запутывается, возникают такие аномалии. При этом вот эти перетяжки, они сдавливают пальцы, образуют так называемые вот эти вот врожденные перетяжки, выдавления, они выглядят, как если тонко-тонко невидимой ниткой перевязать конечность, и вплоть до того, что приводят к ампутации пальцев. Отчего и почему возникают подобные проблемы, сказать сложно. Возможно, из-за мутации на генном уровне, но такие пороки встречаются нечасто, и их можно предугадать. Другая причина – спонтанные пороки развития, которые возникают в период беременности, то есть сбой в организме матери. Повлиять на это могут различные инфекции или прием лекарственных препаратов. И, конечно, пристрастие к вредным привычкам. У Кати все операции позади. Девочка по натуре боец. Она поет, пробует себя в балете, участвует в песенных конкурсах, хочет повидать мир. А еще у нее есть мечта – найти настоящую семью. Катя вместе с братом Ваней живут в детском доме. Котя с Аласки мамы, когда других, получается, забирают, я плачу, потому что... Ну, мне когда было из-за них рада, и в одно время обидно то, что их забирают, а нас нет. Нет. Постоянно сидишь так возле подоконника и смотришь, как все радуются. А ты одна сидишь и смотришь только на других, у которых мама есть. И просто с братом. Правда, брат тоже, ну, кого когда забирают, он плачет, говорит, что я тоже хочу к маме. Но я говорю, что это невозможно. Катерина Матвеева, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.